Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем с вами смотреть Na'Vi против OG в рамках Epic League, и у нас вторая карта, не смеется, что драфты скоро начнутся. Первая была, честно говоря, без комментариев, прям реально грустная и однокаличная от OG, где они просто смели своего оппонента в салат, несмотря на то, что у Na'Vi был достаточно неплохой пик, очень похоже на то, чем они любят исполнять, чем они умеют исполнять, и я напомню то, что в рамках этой лиги они еще не приграли ни одного BO3, и это означает, что, вполне вероятно, здесь они тоже смогут вернуться обратно, и мы здесь уже ждем, наверное, ждем либо ничьи, либо все-таки добивания от OG. Да, друзья? Да, друзья. А вот и наш драфт. Ну все, теперь короночка пошла. Эксперименты закончились. Без рапторов на First Pick мы больше не видим. Ну, Рубик куда круче против... Да, блин, это... Но OG словили свою волну. Омник и Morph. Омника, по идее, очень высокий винрейт. То есть мы выиграли две игры с Омником. Даже три игры с Омником. Just Error, VP. Нет, Just Error, Секреты и OG. И все эти игры он выиграл. То есть если тенденция продолжится, он реально будет уходить на First Pick, потому что слишком... легко исполнять. И очень мало команд, которые умудряются до него добираться. Навер решили кардинально подойти к вопросу с вами Найтем и Морфлингом. Прямо сразу сходу забирать Apparition. Кардинальная контра. И причем здесь жесткая контра. Рубик очень хорош против Омника. Аппарат очень хорош и против Омника, и против Morph'а. Энигма в бан, чтобы не мешалось. На всякий случай. Мы уже помним, кстати, одну игру. Вот, по-моему, Weekend GG, когда они как раз-таки брали себе Apparition против Morph'а, гоняли его по всей карте и приграли ему. И как раз то ли Тоби, то ли Арамис говорил о том, что они слишком играли не в свою доту, типа, и слишком много внимания уделили Morph'у. Тут герои... Это герои Na'Vi. Они будут играть свою доту. Потому что они любят такое. Да, они с ними регулярно исполняют. Сейчас нужно много фиксации найти. То есть, опять же, мы вспоминаем всех героев генералов о служной линии. Мы вспоминаем всех коров, которые могут с легкой линии ворваться в Morph'а. Ну, вот Фосфорис Фосфорисует уже убирается. Опять же, я играл бы через Бестмастер. Очень легкая фиксация, очень легко по слайсу ловить под аппаратом. Да, с аппаратом Бестмастер улыбается. Там еще очень много героев, которые улыбаются. Но здесь, конечно же, что Бестмастер, что какой-то Тайтхантер. Все эти герои, конечно же, очень сильные. Я просто... Почему не отталкиваться от своей статистики? Когда у тебя стопроцентный винрейт на героя, которого ты взял больше одного раза, почему бы его не продолжить брать? Да, он типа не там суперкруто будет работать, опять же, против Heavenly Grace. Ну, вообще любая фиксация не очень круто работает против Heavenly Grace. Но именно чтобы помотать по карте, и, опять же, взять даггер и искать Омника за счет птички, и на него прыгать, и его фиксировать, Бестмастер работает на ура. И Омник не может находиться везде на карте. По-любому ты где-то цепанешь, и за счет птицы ты будешь видеть расположение Омника, и можешь гангать, опять же. Если брать, то очень крутая комбинация Бестмастер плюс Спектра. Первые 20 минут, конечно же, сложновато врываться, но как только у Спектра появляется плюс два слота, Омнику можно вырезать. Бестмастер Рубик очень сильный лайн. И против Омника того же они будут доминировать этот лайн. Против Омника Свена скорее нет. Ну, здесь они будут просто нормально против него стоять. Ну, там очень сложно все-таки. Свен герой такой, которого он сложно вырезать. Я все еще верю в какого-то Тайтхантера, Андерлорда, вот этих вот ребят, которые в процентах режут урон. Морф на белом уроне выскакивает и делает слишком много. Если разок его дебафнуть чем-нибудь, то было бы здорово. Дебафать мы ничем не будем, говорят на Тусвинс, разобирают Бестмастер. Это, ну, такой странный выбор против Морфа. Потому что Морф, он просто выкатывается из арены, если захочет. И не сказать, что Марс очень хорош против данного персонала. Димон, по-моему, мы с тобой игру комментировали, да, Ханов, когда Нейв собрал первым артефактом на Фантомке себе нулифайр. И он играл против VR-ки. Да. Против VR-ки. И собирает себе первым прям артефактом нулифайр, вообще не обламываясь. Никакие там дезоляторы и так далее, батлфьюри, просто нулифайр себе влепил. И VR-ка просто стала вот просто бесполезным куском на карте. Потому что VR, виндран не работает. И вот здесь то же самое. Здесь можно из серии вот какой-то Фантомки взять и вот собрать этот нулифайр. У тебя, во-первых, будет аппарат, и ты еще будешь скидывать очень много всего. Нулифайр вообще мастер, я не понимаю, почему. К сожалению, второй ты спелл Омника не скидываешь. Это из минусов. Ну, гашка. Гашка, да. То есть в любом случае лучше собрать айтем, который позволяет носить Верон, чем собрать любой другой айтем, как вот Рамзес собирал на ТБ. Ну, все дефолтные айтемы там. Скади, манты, бабочки, да что угодно. И в итоге он просто бьет в Гаа, носит ноль урона. То есть вопрос, зачем ему все эти айтемы, если он носит в Гаа ноль урона? Зачем ему носить урона? Все равно какие-то стартовые айтемы нужно на разгон взять, а потом тоже ему нужно было. Я не говорю собирать нулифайер первым, я говорю о том, что он собрал там определенную кабинет с айтемов. После манты уже можно задуматься о том, чтобы собирать вторым. Он просто не успевает в 25-й минуте, когда вот эта драка на Рошанах там происходит. Странно, что в Скаде он успевает собрать или любые другие айтемы, а нулифайер не успевает. Это очень странно. В общем, в любом случае, против Минайта нужен кор с нулифайером, иначе быть беде. И таких коров не очень много. То есть нулифайер вторым слотом может позволить себе собрать джиггернаут, может быть Сларк, и то не точно, Фантомка. Какие еще есть варианты? Может быть Рекимаро, но Рекимаро это уже совсем... Как же сладко зевает топсич. Спека сверху от Аджи. Ну мы уберем Марфа, мне Найт и Спектро просто. Нам вообще все равно, да. Мы верим, что нас не закроют, нас не пропушат. Ластилер собирает ноллифайер. Да, я в не уверю. Ну Ластилер против Найкс, вообще против Марфа не так хорош. Дум. Ну я не знаю, короче. Чем что-то... Понимаешь, если они найдут комбинацию, чтобы Дум ворвался, дал ультимейт в Омника, и они быстро его фокуснут, вопросов ноль. Но если Дум будет ворваться, он не будет включать БКБ, Омник будет убегать, и на него потребуется потратить слишком много ресурсов, то тут уже такое. Дум странный выбор, потому что он как бы против Марфа не суперсильный герой, да и Спектр он немного делает. Опять же, это лайнап, Морф Дум. Морф фармит, Дум фармит. Опять же, если Думу сейчас не достанется либо Огр, либо Волк, там будет неприятно стоять. Опять же, против Морфила. Потому что Дум у него плохо с армором все. Добавить для ЛГ, короче, антимага вместе с Фантом Ассасин, это будет 1К пик паблик. Классический причем. Так, и Спирит сверху. Окей, чего бы нет. Про что дальше? Справа такая жадность. Ну, она и в предыдущей карте была такая же. Просто ты смотришь на этих героев. Не, ну в прошлой игре у Натус Винсер была Спектра с Мидосом, против Спектра Смидоса можно жадничать. Но здесь теперь Спектра ОГ еще сверху, и забавно, что они вообще ничего не боятся. Они просто берут Супер Лайт. Они еще и банят Супер Лайт, они забанят антимага. Морф активным Смидом начинает быстро быть. Потому что он берет себе там эти два ПТ-шку, два Банда, что-то из серии Дрэгон Лэндс, какие-то капли стики, и все, он уже боеспособный. У него большой левел, он у тебя по карте бегает, и вот таких героев, как аппарат, он просто вкатывается, два удара, адаптив страйк, счастливо. Поэтому это активный персонаж, на самом деле, просто ему нужен хороший старт. А старт против Дума у него хороший. Поэтому считай у тебя этот герой, он не супер жадный, он в драках со своей командой очень много добирает. Поэтому считай в Формит у тебя одна Спектра. Да, Морф лейтовый, но все равно Морф, он и лейт, и плеймейкер у тебя получается здесь. Как это мы видели на прошлой карте? Остался Найкс, но против Морфа не очень хочется. Это будет Спектра под Хевелин Грейсом и Морф под Рейджем. Да ну его нафиг, думаю. Ну и со всем лейтевиков остался ТБ, получается, тролль. Самый универсальный, самый такой тролль на темпичу, чтобы зайти и сломать. ТБ мы видели, опять же, который вот против этой Гашки не работает. Ну, не знаю, Фантомка с этим нулифайером. Фантомка долго фармит, опять же, нет мага. Знаешь, что это Нави? Они еще могут своего фирменного Сларка взять. Сларк, Сларк, да. Когда все плохо, в Этюм просто Сларк Ну, он не то, чтобы он здесь что-то вытаскивает по-настоящему. Он, но он пока более-менее, на самом деле. У него нет дизейбла, вообще ноль. Очень мало дизейблов, и если игра дотягивается, а когда, ну, если драка дотягивается, а когда у противника толстая Спектра, Морф с перекачкой и Омник с ГА, драка затягивается, и он все сильнее, 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 было бы здесь. Я бы на месте Нави, вот если сейчас у Олджини появляется в какой-то фиксации, я бы брал Сларка. Сларк реально может на стаках вообще любого укора в доте разнести. Сейчас опять Этюм будет. Нет, ДС. Он ДС не напрягает Сларка. Ну, Сларк хорошо заходит. Сларк, Фантомка, и ехала. Сларк ДС хорошо ловит, прям очень хорошо, опять же. Сларк тут любого героя хорошо ловит. Ну, на лайне. Сларк, один из идеальнейших выборов. И Нави с ним играли. Может быть, ведь он еще какого-то героя найдет. Или здесь Сларк не так сильна. Ну, да. Опять же, против стенки Дарксира. Если Морф выдает в него раз каст, он может просто поражать Шадо Дэнс и спрятаться. Если кастуется ГА, то он просто выпрыгивает. Но это проверенный Найкс. Не верю в него здесь. И очень плохо. Тяжело ему будет. Против Морфа, опять же, ты ничего не делаешь Дарксиру. На лайне, да, у тебя будет ластилер аппарат, и считай у тебя ДС вместе со Спиритом они просто будут все, что захотят, будут делать на лайне. Аппарат будет прям очень сильно страдать. Ну, из плюсов у Нави early game хороший, mid game нормальный. Плюс Найкс собирает быстро нулифайр. Можно прям вторым слотом после армлета. Это из плюсов. Если темпонуть, то все нормально. Но если игра дотягивается, мы представим на секунду, что у Джи все вот это отделать, все эти герои. Это такой разнос. Там опять же, га, просто будет и все. Есть ощущение, что этот молодой человек сейчас как бы с этой стенки улетит. Может быть, да. И закроет нам контракт. Буквально за один день сразу, как только мы сказали. Когда я подаю в отставку, сразу после. Хорошо. Наш шериф подаст в отставку, если Бодя в этой карте не выиграет, и мы не посмотрим третью карту, друзья, отправляемся к нашим... А, нет, точнее, сначала мы узнаем, какие коэффициенты у нас от париматча. 3.3 у нас от Нави и 1.3 на OG от нашего друга париматча. Напомню, что, друзья, если вы хотите найти другие коэффициенты, также по трансляции можете найти наш беднорочек и золотать бонус от париматча. А мы отправляемся к комментаторам. Да уж не хотелось бы, чтобы контракт пропадал так просто со стеночки. Да, не зря же его сегодня повесили. Ну, его, наверное, просто зачеркнут. Ну, все равно, как бы, грустненько будет, когда сразу выполнят контракт. Ну, то есть... Ну, ладно. Смотри, ты заходишь в доту, заходишь в гильдию, берешь три контракта. И ты реально рад, когда ты их выполняешь сразу. И тебе не нужно играть еще десять игр. Я ни одного не выполнил, чтобы ты понимал своей. Вот. Но это правда приятно. И кто-то в гильдии сидит и там за тебя потеет. Спасибо ребятам, которые потеют за меня. Да, у нас вторая карта. Первая была, ну, достаточно неоднозначная, как по мне. Посмотрим, как будет во второй все с десять, потому что снова Айсберг будет играть на Думе. Но и тут сигнатуру мы видим для генерала в виде Марса. Сигнатуру для Флая в виде аппарата. Тоже верно. Я про то, что все хорошо, если бы они взяли реально хотя бы еще пару станов после этого крепких. Потому что они в итоге добрали Марса хорошо, то есть, ну, Арена, там, закидываешь ультапаратов, все тебе здорово. А потом Дум, потом Лавстиллер. И у тебя получается аппарат, допустим, ты кидаешь колдфит. Реально должно сильно повести, чтобы оно сработало. Ну, да, нужен какой-то дополнительный дизейбл, как правило. Это только так обычно работает. А у партингов еще и Омник, типа, который Хамелли Грейса может себе все это снять. Дарсир, очевидно, будет грифсы в этой игре делать. Марфила там. Тоже что-нибудь куда-нибудь. Ну, может, наверное, без агонима в этот раз будет. Да, посмотрим. Опять же, опять же, есть земель. Земель есть, да, с другой стороны, в которую можно превращаться. Опять же, становишься Марсом и просто сидишь щиточком, накручиваешь. Ну, кстати, да. Ну, посмотрим, ладно, как тут все сложится. Пока у Джина на первую прям очень уверенную игру показали. Ну, и Витюна. Витюна Лайфстилери. Лайфстилер, конечно, довольно такой плотный герой сам по себе, да. Сложно его в рамках линии как-то напрячь, но мне не видится этот герой как герой, который может, ну, прям много урона выдавать нам в начале, в мидгейме. Только Клайту, наверное, когда только обрастает артефактами, хоть что-то может делать. Ну, посмотрим. То есть, смотри. Просто я к чему, что, возможно, как бы не хватит его одного здесь пробивать. Его вполне вероятно одного не хватит, потому что, ну, смотри, короче, когда вот я, допустим, один из соло-алхимик против Энигмы или против Вайда без Сейва, то есть, что бы ты не собрал, какие-то не были пислоты, очевидно, что тебя накрывают там хроносферы, Black Hole, и ты не работаешь. Здесь та же самая ситуация, то есть, непонятно что должен собрать ваш Тиллер, чтобы справиться с Га. То есть, ему надо где-то лишний нури фаер найти. То есть, как-то напасть первым. Омника зафокусить. Это реально очень непросто сделать. Поэтому смотреть, то есть, как сказали аналитики, я с ними полностью согласен, на линии будет грустногоастенько, то есть ты, как Вас Тиллер, скорее всего, просто фулл фри, но и Dark Seer, и Земеля здесь фулл фри, и аппарат один. Да, и аппарату нужно быть максимально аккуратно здесь, не загуливать, потому что иначе тебя моментально заберут, вкатывается какой-нибудь сакса под щитом Dark Seer, и ты просто горишь. Да, да. И с этим ничего сделать не можешь. Видишь, они хотя бы молодцы, они сидят там на двоих, кликают в крипов, пытаются под щиточками подденать хоть что-нибудь, и на самом деле полпачки забрали. Роджер пока что бодиблочит. Бодиблочит, да, причем встал так, что еще может потом выйти на курьера, которого он видел, но вот этот, Роджер, Загс выводит крипов. Окей. Снизу понятно, здесь такая линия, тут то же самое, в принципе, делает Витюн, чтобы линия осталась на месте, особо не запушилась, каждый останется при своем, генерал сверху на Марсе, ну и тут война уже начинается, Нутейл пытается гонять Роджера, Роджер будет гонять, пытаться Нутейла, генерал фармит, Мид Ван фармит, все хорошо. Ну и в миде, опять же, повторение прошлой карты, да? И у Морф, да, опять, скорее всего, думаю, возможно, будет чуть меньше Крепстат, чем у Морфа, денег будет чуть больше, чем у Морфа. Ну как так. На 10-й выходим, на вражеский балунтос, умираем и... Ну нет, ну так не надо, давайте, другой сценарий, пожалуйста. Что по Крепочкам? Так, о! Здорово! Привет! А я тебя знаю, говорит Айсберг из прошлой карты. Дежавю, ну смотри, они играют в Дум в центре, ставят вот этот вард, видишь, который в лесу у себя, который светит типа с поты, снизу и слева. И в прошлой игре Дум знал, что у него волк стоит. А здесь просто визин. А здесь, да, еще и... Ну то есть, визин в том, что он и появился, и что Дум пошел и такой, о, здорово, ку-ку. То есть, сразу его нашел. Ну мы видели, что на прошлой карте этот Креп в итоге себя очень хорошо показал, поэтому по фарму проблем быть у Айсберга не должно. Неплохо генерала пробили на линии, я смотрю здесь, но у него фласточка имеется, поэтому все хорошо. Играет тяжело, типа он берет левел 2, берет дисперсию, и ты сидишь и думаешь, так, ну если я буду его бить, мне будет не очень приятно. Я буду наносить не так много урон, как хотел бы. То есть, это проблемка, как говорится, первая. Вторая проблемка, это что... Вторая проблема, что Витюну вдвоем избивают, ему очень больновато как-то, да, у него нет рейджа, поэтому... И на линии, на самом деле, не просто, потому что они сейчас попробовали скомбинировать с Колдфит и Ванды. Сюрдж побежал, до свидания, то есть, вообще не контриться. Ну, хоть что-то Витюн здесь добивает, более-менее. На самом деле, получше, чем Спектр себя пока что чувствует в рамках линии, но мы понимаем, что Спектр такой герой, который вначале, как правило, страдает всегда. Тем более, опять же, под Омником, совсем не тот герой, который тебя... Да, плевать просто Омнику, когда Грейс отрабатывает. Здорово, ребята. Блокат натоатак и побежал. Ну, Омнику, очевидно, нужно просто давать максимальный спейс для Спектры, чтобы добирал. Себе онлевелы, деньги. Возможно, даже какой-то фраг пытаться выйти сделать. Ну, пока. Ну, да, то есть, ты видишь, пьем, жмем кларетку, пьем ману и просто по полдауну кидаем, кидаем, захиливаем, кидаем в Хэвен Легрейс, уходим. Это как ковришь с Ченом, такая же фигня была. То есть он приходил, просто нажимал на клавишу и ты с хапоригеном переставил любого. Слушай, неплохо здесь, конечно, в миде разбивают сейчас Айсбергу лицо, неравная битва получилась. Немножко у Флая проблемки. Полтин срабатывает. Учем все пищи решили убрать Флая, убить его и подставить Саксу. Саксу плотно. Саксу еще живет, сейчас еще и Витюн развали, да, потому что стики отбился ботлом, я так понимаю, отпил его Сэп, да, и в итоге это еще один фраг. Жозенько, жозенько разыграли этот таблу. Да, это минус 2, 2-0 в пользу OG. Вот это начало. Тобсон перекачивается в ловкость, сейчас подрегенится немножко, у него там хорошо все по регену, здесь Сакс одинает. Успевает? Не успел. Флай получил экспу. Флай получил экспу и Витюн заработал фраг. Да, забавно получилось. Причем, я, опять же, невнимательно смотрел, но, по-моему, он мог попробовать верно в плотную вышку встать и успеть в умереть, а так он типа шел влево и вышка, пока снаряд летел, не успел его типа добить. Ну, не вышло по итогу, да и ладно, собственно. Хорошее начало по фрагам вроде бы как для OG, но внезапно по фарму лидирует Na'Vi, мы видим тысячу голды за ними. Опять же, это за счет богатого айсберга, так понимаю, на линии. Скорее всего, да, так, на карту снова вот эти вот, может быть, даже побольше поставить, но сейчас уже, это непонятно, вдруг это OG, да, ну да, 1.6 на Na'Vi, 2.25 на OG, кто его знает, как все сложится на второй, прекрасно понимаем. У нас погибается временем Топсон в миде, да, а снизу нападение на Always in a Fly в очередной раз, но неудачно, не удалось его поцепить. Нажал Doom, и у него получилось. Ну слушай, это хорошо, то есть соло фраг у нас получился Ну видимо, на перекачке. Ну да. Так, ну Сэп уже забегает за вышечку, здесь под щиточком просто пытается забирать крипов, это у него получается. Always in a Fly понимает, что опасно уходить далеко от вышки, потому что вкатятся саксы, тебя заберут. Мидвана здесь, генерал пока что избивает. Ну и опять, да, то есть скилка Хэвнли Грейс, здорово. Ну да, тут преимущество как раз-таки на Ави складывается еще и за счет того, что разница в кэри по фарму такая значительная. Две сто пока что у Мидвана и почти три тысячи уже, две девятьсотки. Ну надо смотреть, генерала у него семь динаев, у Роджера сколько динаев, тоже надо посмотреть. Один, то есть они восемь хрипов забрали, видимо, сколько-то поотводили. Ну в любом случае, фарм не самый лучший Мидвана в этот раз на линии. Клэл получает на самом деле не так плохо. Так, ну что, пока 2-2. Магия двоек 2-2. 2000 перевеса. Инвестом в наличие Тобсона, судя по всему, что я обратил на внимание и успел заметить. Хайсберг спрятался. Ждет. Ну, 60 секунд будет стоять. ну он регенит ману, я так понимаю. Окей, не подставляется. Просто я смотрю, вместе перетягивается Роджер. Возможно, сейчас опять будет занимать позицию. Минус Курьер. Хорошо. Я при том, что если дает центр и пошел уровень стоять там, получать экспунт. Минус Олсена Флайя может быть, хотя нет. Нет, нет, нет. Удачно Сакс его затолкал в итоге. Причем он даже не поверил, что такая ситуация может быть. Сюда пришел Брадовичун. Есть замедление, Сэба начинает бить. Сурс Тов КД. Сурс Тов КД. Вакуум стянули у Олсена Флая. Сейчас будет замедление. Сэб замерзает, но замерзает уже на своем ХГ. И за ним никто не побежал. Сверху те временем. Типа в домике? Не полезет? Ну, да. Ну, опять же, Вижена нет. Страшно идти. Не знаешь, а вдруг там еще кто-то есть рядом. Выходишь и там как в прошлой карте. Черный диван. Тебя уже ждут. И тебя уже разваливают. Решили не наглеть. Окей. Мидван оставили пока что на линии одного, потому что здесь Нутейл занимается тем, что пытается выпулить крипов, но генерал ему мешает это сделать. Это хорошо. Айсберг перетягивается наверх. Дум по идее должен откатывать, да. И сейчас, возможно, будет нападение. Надо на умника напасть как-то. Он уже был. Ну, Тейл как-то далековато держится. Все-таки на Мидвана нападают. Ну, не знаю. Ой, не знаю. Телепорт на подсейф нужен. Хорошее копье залетает. Два ТП делают на подсейф. Ускорение. В итоге Мидван убегает и должен выживать. На развороте вкатывается в генерала. Сакса пошел Саленс. Замедление. Набегает С. Пошла стенка. Генерал очень больно. Генерал живи. Считом на развороте нет. Все-таки генерала добивают. Смитровый возвращается. Закидывает даггер. Доб замедление. Ну, на фейзах Дум должен выбегать. Так, а может быть, кто-то на помощь придет? Ну, может, кто-то придет. Василий, ну, как бы тут драк уже целая вечность идет. Да, Айсберг погибает. В итоге сейчас еще и Витюн может пострадать. Что-то как-то... Лучший герой для подсейфа приехал. Ну, как бы, да. Ну, учитывая то, насколько... Вообще, вообще, у него был ультимейт, он мог бы попробовать его нажать. И, как бы, зарегенил бы Дума. Но Сайленс. Вот Земелья не дал ему этого сделать. Двоих он его сразу повесил там. Ультспектрия. Про то, что... В целом, Телепорт не настолько безнадежным был, потому что опция для подсейфа была. В отфоне игру первую, Джаст Терроров, против Йелоса Марин, мы, по-моему, с тобой ее комментировали. Где у них был зомби, лайфстиллер и что-то там еще. Тоже собирали там. Грифсы у них были, по-моему, у них была с Нуна. И тоже там стоишь, героев вкусишь, все в него вливаешь, все, что у тебя есть. Мека, Соул, Рип, вылезает лайфстиллер, и там, типа, когда героев вкусят зомби, он остается на фулл-хп по итогу драки. Просто жесть была. Так, ну, на смотри, прямо вот. Очень интересный закуп планируется от лайфстиллера. Тот самый, что мы обсуждали. Да-да-да, агрэжные стики, фейзы, армлет и сразу на рефайл. Но ведь он понимает, что нужен будет этот артефакт здесь. Рубик ворует перекачку шикарно. Ты что, видишь, этот немножко подкладка числовка? Все правильно, чтобы не оставлять себя без армора, потому что иначе тебе просто забревать будет с пары ударов. Нужно армор оставлять хоть немножко. Мне правда, что он так перекачался. Ну, в любом случае, это отличная опция всегда. Рубик против морфинга, когда ты воруешь перекачку, становишься плотнее, просто тебе сложнее забрать. То есть приятно играть против такого. Согласен. Мидван здесь сейчас может пострадать, потому что арена, потому что копье, потому что колд фит, и ты умираешь просто на ровном месте. Бестапка тяжелая. Сверху битю. У него есть ультимейт, но он не добежал. Нет, ну, точнее, ну, не было возможности. На самом деле, мог попробовать в крипа прыгнуть, но, скорее всего, это не помогло бы ему. Как-то здесь, ну, кэри умирают снизу и сверху. Вот так вот получилось у нас. Баунтируны появляются на 10-й минуте. Две сверху забирают LG, две снизу забирают себе Na'Vi. Плюс DD себе так же под контролем или Роджер забрал. Сказали, простоя Левижен. Ну, фармливают саппортов, пытаются. То есть аппарат до сих пор не шестой. Вот это проблема небольшая. Но он близок. Ну да, вот ему совсем чуть-чуть остается до ультимейта. Нужно вот парочку крипов увидеть, как они умрут, чтобы их спу впитать. Ну, надо бы подойти, очевидно, получить. И там сворвал хилку товарищ на Рубике, что тоже довольно неплохо. Так, снизу нападение планируется на Мидвана. Там Дум есть. По идее, у айсберга, да. Но Мидван успеет, может быть, даже убежать. Видит его, но нет, копье догоняет его и догоняет Дум. Скорее всего, спектр не выжить никак. Но Дум был потрачен. В любом случае, стенка от Дарксира. Выкопал Баунтос, забирай, забирай Баунти. Там генерал умирает все-таки, да, генерала вряд ли отпустят. Сейчас еще и Олсена Флайя могут забрать. Пошел у нас Айсбласт по Сакси. Сакса погибает, забирает его в итоге Айсберг. Иллюзия там воюет Марса. Но не справляются здесь задачи ОГи, потеряли еще и Саксу. Но размен на третью позицию, это не так и плохо. Но хотели больше сделать. Я про то, что они могли забрать Баунтос, но у них не получилось. Там Флай просто этот, как саппорт, грудью на абразуру лег, чтобы забрать ее. Да, вышло, конечно, мемно. Так, ну что, 3000 за Нави. У нас тем временем коэффициент на вторую карту. 1.45 на Нави, 2.62 на ОГи от париматч. Вот так вот. Как же хочет Хэминли Грейса, как же ему не получается его сарабать. Хилл левел 2, Хэминли Грейс левел 4. Вот как тут оно пока у него не идет, к сожалению для них. Очень было бы здорово получить усиление. На Ластилер, представь, вешать эту штуку. Ну конечно. Он же просто все съест. У нас тем временем атака в смоках от команды Нави. Есть у них арена, есть Айс Бласт. Могут скомбинировать. Надо им найти не морфа, а спектру. К сожалению, для них спектра снизу. Ну на правой клапане карты. Здесь в лучшем случае был морф, и тот уходит в центр. Да, и для того, чтобы кого-то поймать в лесу, наверное, Вижен неплохо было бы расставить, но мы видим, что Вижен на половине команды Нави стоит. Почти весь. Вообще, мне кажется, что они просто на варде нажали с маки. Не исключено. Потому что там вот варде между вышками стоит, но как-то очень уверенно на ОГ отошли, и поэтому, ну, ты не командаешь на карте, понимаешь, да, что один герой сверху, один в центре. Где еще трое, вообще непонятно. И очень в наглую пушится нижняя линия, то есть как будто было понимание, что противник вот не здесь. Но, кстати, сейчас идеально был. Было бы, конечно же, Мидвана забрать. Был бы здесь вард, можно было бы просто кинуть в аппарата. Но, если бы ДКБ, как говорится, да. В итоге вышку снизу потеряли Нави, захилили уже Мидвана, накинули Хевенли Грейс, пошел Реген, все нормально. Сверху тем временем Нави также забрали Т1. Хевенли Грейс, конечно, полная жесть. 36 Хепаригена на 13-й. Да, да. Как тимбер, только жестче, потому что этот Спектран еще возвращает тебе часть урона. Третья уже Дисперсия. Но по фарму, конечно, все равно сильно отстает. 4700 Спектра. Ну, это Спектра. Смерти явно были не к лицу. Ну, это правда. За счет ассистов, наверное, будет набирать в будущем. Ну, сейчас где-то ультанет, да, что-нибудь ворвется. Если драки, конечно, будут. Вообще, на самом деле, Нави бы, наверное, разбить еще один смог какой-то и отправиться в атаку, учитывая, что у них ультимейты все есть, но главное не на варде. Ну, вот они на нем по кулауна ходят, и то есть понимают, понимают, где противник, что он тут делает, вот Роджер подходит. Ну, видимо, сейчас опять нажмут. Да ну нет. Ну, не может быть. Да ну нет. На троих, ну, ребята, давай, на четырех. Да ну нет. Ну нет. Ну. Так. Ну, они не нажали. Ну ладно, все, окей. Наверное, потому что они так стоят. Вот ты стоишь, дай, у тебя в арте, ты четырех видишь. То есть где противник? Ну да. То есть все понимают. Поэтому давится низ, давится вверх. Спокойно. Так, смотри, дайр сканирует. И вот попали в скан и понимают, вот здесь на втором варде, что никто не появился. То есть все понимают, все контролируют. Нет, по-моему, по краю, краешком вард запалил, если не ошибаюсь. Может быть, да. Пока не отходит. Там должен был быть вижен. Но Топсон, возможно, сейчас подставится. Да, видит его. Телекинез. Успевает уйти. И в итоге атака провалилась от команды Нави. На развороте Сакс. Поехал вперед. Хаунд от Спектра и Сакса. Не самая лучшая арена, по-моему, сейчас заветает от генерала. Но там айсберг разбирается в итоге с Саксой. Драка продолжается. В это время погибает Роджер. Еще один удар нужен Нотеллу. Но айсберг решает сделать ТП, но не успевает. И это значит, что айсберг тоже погибнет. Слушай, где-то я это уже видел. Не на 10-й, но на 15-й. Я тоже хотел сказать, что ловлю себя на чувстве вот этого дежавю. Дежавю у нас произошло легенькое такое. Да. Властелир где-то нанес 240 урона. Я вообще не знаю, где-то кому и как, но где-то нанес. Вкуснул, может быть, разочек кого-то за бочок. Непонятно. Да, по итогу драка, конечно, плохая получилась для команды Нави. За это они сейчас еще и вышку в миде потеряют, потому что сразу же идут в атаку OG. Можно посмотреть на количество урона пока что от героев. Мид-2, кстати, топ-1 получается. Сухаунт отрабатывает. Дисперсия, хаунт. Так. Забрали вышку, а там в это время погибает Олсун офлайн, успевает выкинуть ультимейт свой, кстати. Забрать Саксу. Сакса погибает, Сэп успевает убежать и генерал никого поймать не может пока. Да. На этом драка заканчивается. Была у меня какая-то мысль, что что-то там очень нужно формануть. Ну, блинк может быть какой-нибудь. А, тут ё-бу будет. Всё, вспомнил, что это сказать. Надо сказать, что секунду БКБ очень жалко, которые пытались в этом файте, потому что саппорт четвертой позиции довольно не особо стоил. Но по итогу фиг с ним, потому что стернику я не ходил, он просто фармит. И он близок к тому, что купить Сакрат. А где Сакрат, там уже нурифайр. Невозможно, под нурифайр у тебя получится куда-то выйти, потому что штука реально крепкая. Ну, в любом случае, мы говорили, что вначале Ластиллер не такой крепкий кэрри, да, который тебе... Ну, можно, конечно, под ультимейт его пытаться как-то комбинить, но всё-таки нужно ему пофармить. А вот после следующей... после предыдущей драки у нас обновлённый коэффициент на эту карту 1.75 на Нави уже и 2.01 на OG. Вот так. Эти 2.0... На самом деле нужно больше цифр после запятой писать типа формата 2.0.1.7.4, там. Да, число бесконечности, знаешь, вот это вот. То самое. 3.14.15. Да, 3.14.15, да. Ты его наизусть, что ли, знаешь? Да, все 200 тысяч знаков, которые я помню, да. Трудно. Так, у нас здесь у Сакс проблемки, за ним выехал айсберг Сакса. Половину хп уже потерял, но есть болтер, поэтому просто уезжаем. Положил свой болтер. Да, сюда подтягиваются, правда, Нави, они могут, в принципе, подраться. Нос поставил в Арт Сакс и теперь их видит. Да, и врываться непонятно как, через кого, то есть Марс играет без блинка, будет через Иул играть. Кто пойдет вперед врываться? Только когда блинк появится у Айсберга, судя по всему, который он собирается себе собирать, но это еще не скоро. Поэтому пока ловить-то особо и некем. Только через Рубик как-то через его телекинес ловить. Разве что. И главное, чтобы Омника не было рядом, чтобы нападение было не на Марфа. Короче, вот эти вот проблемы, мы же с тобой обсуждали их, что было бы неплохо контроль набрать, но появился Дум, появился Ластилер. И поэтому они стоят сейчас и вот так вот безнадежно фармят, пытаясь добрать свои слоты. Ластилер, конечно, в любом случае молодец, много денег имеет, и его Нурри Фаер может здесь перешать проблему. То есть это то, чего, например, не хватило вчера Джастер Ором, потому что нужно было убивать Фантомку или там дров в кого-то вон там вообще давал Фаномку. Бил-бил-бил, мисс-мисс-мисс-мисс-мисс-мисс-мисс. Ну а Мидван, худо-бедно, тоже продолжает фармить, расти потихонечку. Там Драгонскейл выпадает, есть уже Блэтмейл, точнее уже достаточно долгое время есть. 2700 на руках, будет играть через Рэддианс. Покторно все подфармливает. Подфармливает, да, стахнул. В принципе, ситуация у Джи полностью устраивает на данный момент на карте. Самое главное, что и Морфинг продолжает фармить. Вот по Морфингу, кстати, что у него? То есть я вижу МКЛ, который он выбил. Агоним, судя по всему, вот летит. Да, агонимчик уже готов. Это довольно интересные новости. Опять же, идея рассматривать тиммейтов, да, то есть мы очевидно понимаем, что с Дорсир особо смысла нет, Словника особо смысла нет, но именно что ты просто получаешь их хабилки и больше ничего. То есть для синергии нет. То есть земеля, ну, возможно, спектра. Ну, знаешь, там Даггер кинулся, прикольная тема. Ну, во врагов можно превращаться. Да, вот, поэтому я предложил подумать об этом. И вот, кем бы из врагов ты бы хотел стать здесь? Думаю. Цепляют Марфа, ультаппарат, он там столько хп. Он еще из арены вылетел, из арены вылетел из этой. Да, 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 понимаем. Из ультимейта аппарата. Да, по итогу не удалось ничего снизу сделать. Айсберг в это время продолжает фармить вражеский лес. Ну, лифайр готов у Витюна. Рошана так и не смогли Нави здесь забрать. В итоге решили отступить пока. Или все-таки пойдут? Вообще, у противника все ультимейты есть. Ирошан здесь не так просто забирается. Потому что, а как лайфлищ там у него? То есть, как жить? Кто танчить будет? Все сильно пробиты будут, если среагируют на это дело наверх. Хотя генерал может потанчить сколько-то? Сейчас ночью клэпать будет, ребята. И смакуются. Смакуются, примерно понимают, где оппонент. Дарсируй надо, кстати, побежать, стенку все поставить. Но время есть. Время есть еще. Но быстро-быстро будет уже. Нажали барабаны. Ну, если прямо сейчас нападут, то еще успевают. Но не успевает, судя по всему. Там буквально пару ударов. Земеля пошел. Второй Земеля тоже пошел. Слушай, по таймингу могут ворваться хорошо. Пошел хаунд от Спектра. В итоге Аеги забирает Витюн. Но Рошана забирает. Рошана забрали у нас OG, да. Ультимейт пошел от Нотейла. Дум залетает в итоге в Себа. Нотейла добивают. Саксов катывается снова в драку. Пошлась... По стенке бегают очень хорошо сейчас Нави. Но это их вообще не беспокоит, потому что они пытаются забрать кого-нибудь здесь. Пока что саппортов изменяли. Топсон. Топсон фуловый. Его не могут забрать. В итоге погибает у нас Витюн. Это только Аегис. Погоня за Айсбергом. Айсберга тоже не отпустят. Айсберга отправляют в таверну. Келлинг Спри зарабатывают. На сморфинг Витюн. Так, ну и генерала дают, судя по всему. Да, сейчас еще и Витюну могут поймать, на самом деле. С Витюном сложнее, хотя... Да, 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 да. Нет, там нормально. Там как раз таки Аганим есть, но есть Рейдж, окей. Рейдж не проблема. Так, в итоге минус Аегис и минус 5 героев. Ну, 4. 4 при Аегис. 4 при Аегис, да. За 2 их героев. Причем Омник успел нажать все свои клавиши и потом получил нули файер. И как бы уже, может быть, и не стоило Омник впустить. То есть он уже все нажал. Может быть, и не стоило, но как итог, это очередная проигранная драка от команды Na'Vi. И сценарий пока прошлой карты повторяется. Ну, с небольшим запозданием. Да, и в принципе коэффициент тоже. С небольшим запозданием, да. Коэффициенты 1.5 на 2.48. От париматча мы понимаем, что переобучка очередная пошла. Рейдинс летит. То есть следующий файт. Я вот смотрю просто на Нетворс Флая и понимаю, что вот игра, в которой не так комфортно тебе играть, потому что надо что-то попадать, и так сложно. А у противника еще есть спектра. А вот теперь спектра еще и с Рейдинсом. То есть мы понимаем, что реально есть шанс просто, ну, за компанию с кем-то отлететь. То есть нападение на Дума, и Зайц Хаун, ты умер. То есть это же плохо. Так, Саксо пошел вперед. Вот мы, кстати, неплохо его здесь пробили, но правда набегает уже Сэп, набегает Нотел, Тобсон рядом. Снова вкатывается Саксо, контролит Витюна вакуум по двоим. А еще и генералу не дают раскастоваться. Генерал встанет в дизеблах. Генерала подсевели. Хорошо, Витюн запрыгнул в него, выпрыгнул на Сэба нападение. А из Бласт летит, кстати, неплохой. Арена тоже залетает, Сэба забрали. Хорошо, еще и могут пробить спектру. Мидвану больно, Мидван тоже погиб. Минус 2. А, Саксо успевает укатиться. Долго, да, были файты. И Хэмли Грейс тот самый сворованный. Таки Рубиком реально выручает их сегодня. И сейчас еще поймали здесь Тобсона. Правда, Роджер сам этому не рад. Говорит, помогите, меня тут хотят убить. Тобсон развлекается по полной, конечно. И еще разочек. Ой, да, отталкивают Витюну. Нормальный рейдж. Да, да, да. Я про это говорил, что как раз-таки за счет вот этого аганима на морфлинге постоянно вот эти ворованные спл. Ну, не ворованные. То есть, когда ты превращаешься... Не, про то, что именно, что ты пинаешь вот так. Это бесконтактный бой какой-то. Просто начинается типа мастер бесконтактного боя. Но неплохо. Ну, Рифайр опять зарешал. Потому что и Сурш снимает, и Хэмли Грейс снимает. То есть, и все остальные бафы и все прочее. И тут со спектра реально не потянуло. Ну, неблага. Так, ну и вот теперь есть еще одна опция для врыва. Это аганим у генерала. Вот он, кстати, врыв пошел на морфлинга. Морфлинг перекачивается все-таки в силу. Не стал туда вкастовываться дальше никто. У Флая проблемы. Олдсен оф Лай погибает. Но он уже выдал все, что мог. Ваку подвоем БКБ. Потрачено, получает Дум. В итоге Мидван. Нули Файр пытается его зафокусить. Очень больно Спектре. Спектра надо жить. Спектра живет. Гвардия Нэнджел залетает. И Мидвана просто не могут забрать. В итоге здесь сейчас на развороте еще могут и Витюна развалить. Витюн запрыгивает в айсберг. А пытается убежать. Айсберг начинает танцевать. Шансы есть. Дагерочек, секунду. Уходим. Сделай, жми. Бежит, бежит, бежать, бежать, бежать. Испевают убежать. Неплохо на развороте. Еще одна атака. Пошла арена от Марса. Отлично. Туда же копье. Погибает у нас Нутейл. Поцейва не будет. Забрали Сэба. Топсон остается пока что один. Работает Эссенс Ринг. Пытается забрать айсберг. Айсбергу очень больно. Вкатывается сюда Саксы. Толк от этого. Никакого нет. Толк от этого. Потому что Топсона забрали. И Саксы здесь воюют. Но Мидван возвращается в драку. Витюн один против двоих. Говорит, давайте. По одному. По одному. Этого сначала. Саксу забрали. Мидван остается один. В погоне за Олсен оф Лайем. Там нульфайр залетает. И противостояние один на один. Кто же сильнейший кэрри? Сильнейший кэрри Витюн. Потому что Мидван решил просто отступить. Узнаем после небольшой рекламной паузы. Он решил просто отступить. Бешеная драка совершенно какая-то. 4 в 5. Да. 10 тысяч урон из спектра. Нормально. Да. Ну, опять же, мы видим, что по XP плюс-минус все очень ровно. Да и, в принципе, и по голде тоже получилось. То есть равная драка вышла. Все так. Ну, видишь, эта проблема небольшая есть с тем, что нульфайр собран. И вот, допустим, старт файта. Кидаешь хилку в спектру. Который грустненький. Кидаешь камен лигрейс. Как бы ничего не работает. Ган нажать чуть не можешь. И так далее. И в итоге смог там по лесам на Тайл заныкаться. Нажал Ган сразу по окончанию нульфайра. И ситуацию спас. Ну, а если кулдаун будет, а если нападают, там, Дум, допустим, на тебя вешает. Ну, ты понял. Поэтому надо как-то очень аккуратно играть. И, возможно, какую-то линзу-не линзу что-то можно собрать, чтобы стоять подальше от файта на Омнике. Но интрига у нас продолжает. Сохранятся, накалятся даже. На второй карте. Посмотрим, как дальше будут действовать обе команды. В принципе, для OG ничего критичного не случилось после последней драки. То есть самое главное, что спектр там выформил свой реддинс уже. И нетворс продолжает расти. И Мидван, мы видим, что очень сильно набирает. Скоро, наверное, и Ластилера догонит такими темпами по фарму. А может, и перегонит. Тут, наверное, по КД ультимейтов нужно Нави уже как-то выходить. Надо, надо, да. Но, видишь, мы, к сожалению, теряем Марс по фарму. Потому что приходится постоянно драться. И он просто не успевает ничего нового докупить. Взял даггер. И на этом пока его полномочия все. И по файту палить с набилками, но не более того. И вторая проблема, это все-таки не растущий Нетворс Флай, который еще и выкупался. Потому что чем сильнее спектра, тем быстрее он будет умирать. Просто за компанией. Это правда. И тут обязательно на саппортах надо какой-то вещь денег иметь. И тот же, допустим, Роджер получает линию, там, фармит свой аганим. У него будет там спойнт бустер хп, согракс хп. Ну, типа, нормально, поживет. А что Флайв делать? На рекорды может идти в этой игре, если она долго будет идти. Ну, либо так, либо так. Но тут уже Ленка. А, нет, это не Ленка, что у нас там. Да, Ленка. Все, все, Ленка. Это лучше? Да. Это рецепт Ленки? Это рецепт. Ну, практически готова Ленка. Я просто увидел, что уже почти есть. Ну, да ладно. Там атака идет от команды OG наверх. И готовы. Правда, там ответное нападение планируют на Себа. Смогут ли забрать? Эх, урона не хватает. Летит Айс Бласт, но поздно. Ведь Тюн понимает, что надо улетать. А Флайв нет. А и Роджер, похоже, тоже понимает, что уже никуда не деться здесь. Тут продолжает кататься у нас. На него стюрш, на самом деле. На него даггер. Я не пойму, это Сакс? Кто из них тут катается? Я просто не успеваю сообразить. То есть, ну, их двое, в общем, катал здесь. Забрали еще и Роджера. Минус два героя команды Нави. Срочно нужна реинкарнация старого мема про камень я не дам. Где вместо ящера будет земелья стоять. То есть, ты видишь, вроде бы катится земелья, но с большой вероятностью это может оказаться морфинг, который катится в этот момент. Ну да, ему на самом деле можно было бы нарисовать анимацию синеньким. Больше, более и более синеньким. Ну, как... Свистечение вокруг, типа, чтобы было. Ну, или, да, ну, сам камушек вот, чтобы он был синеньким, да. Что-нибудь, да, то есть. Чтобы различать. Потому что так ты понимаешь, что вот вода, а в свертанном виде земля, то есть, и что делать? Ну, неприятные ситуации для Нави с тем, что, опять же, Флай умер, Рубик умер. Им вообще нельзя умирать, потому что, опять же, мы понимаем, что один ластилер, насколько бы сильным он не был, но он вряд ли потянет настолько много героев противника. Ему нужна помощь. То есть, помощь может оказать четыре героя. Марс пока выпадает просто по фарму. Саппорт выпадает, потому что у них нет денег, они будут умерть от ультимейт-спектры. И, следовательно, вся пока ставка на думу. У него мертв курьер, но почти готова шива. Так, снизу сейчас будет драка. Готовы нападать Нави. Видят Мидвана. Там Айсберг неподалеку с ДД фармит. Ну, или... И вот они, походу, боятся. Что-то не хотят уже нападать, да. Причем Мидвана явно не подозревает, что они здесь. Да, и учитывая, что там три героя сегодня. Хотя, может, и подозревают. Видишь, моргают, да, видели, видели, только что видели. Вот моргнул здесь на крипе Айсберг при переходе в этот лесочек, его увидели на секунду. Да, и OG сразу отступает. Причем OG-то были в меньшинстве. Они были в меньшинстве. Ну, видишь, у них понимание есть. То есть, в центре вард и крипов никто не отпушивает. Слева у тебя Дарксфер до вышки дошел. Но если против них не там, они точно снизу. И они вот и подхалдились, увидели Дума и решили не лезть. Так, привет. Здорово. Здорово, говорит Сэп. Ну, вот такое, конечно. Вообще, на самом деле, можно было, мне кажется, и Дум нажать. Он бы здесь справился с ним. Но решил, видимо, придержать ультимейт. Потому что там в миде, возможно, будет драка прямо сейчас. Прямо сейчас. Да, покатился Саксо. Саксо покатился вперед на Олсена Флая. И это не тот артефакт, который тебе позволит выживать. Не, на самом деле, когда Смитра не на тебя будет врываться, а просто будет нажимать ультимейт, это неплохо. Так, мы под Айсберга поймали БКБшечку. Заставили потратить. Айсберг убегает. Дум у него имеется. Мидва, он побежал вперед. Светюна тоже. Светюна небольшой ПВП. Могло произойти, но не вышло. В итоге уже под Т3 Нави загоняют. Хорошо. Главное не перенаглеть в данной ситуации. И ООГ пока что отступает. Потеряли только одного саппорта. И секунду БКБ. Это да, это тоже важный момент. Думаю, нормальность эта тема. Взял себе репейр-кит под крипом. Там у него 50 хп регена. Реген, нормально. Плюс танк. Нет, на самом деле 50 хп, так много. Тебя бьют рейдинс, но ты регенишься. Но ты регенишься. Нормальная тема. Так, ну что, заняли треугольник. Снова ООГ. Опять же, это мы видели на прошлой карте, но только чуть раньше. И все подходы к Рошану перекрыты. Вот. Ну то есть через минуту появится Рошан следующий. Как с него идти воевать, непонятно. Потому что, опять же, противник вот эти вот стенки. Га, ульты, спектры. То есть очень тяжело-то заходить и подниматься. Опять же, ластилер-то может это позволить. Не могут себе этого дела позволить остальные герои. Из-за того, что Спектра уже купила себе манта, она реально может просто вселенаправленно нажать ультимейт и убивать саппортов. То есть стартовать файт с того, что противник встанет с трое. На даггер, на даггер. Да, смог был разбит от команды Na'Vi. Ну, сейчас счет будет. Ну вот Витюн там спали смоки, спалил Саксов. Саксов все спалил, айсберг просто АФК стоит. Каунт от Спектры. И кто же первым умрет? Смотрю на хп Олсена Флая. Никто пока что не погибает. Флай живет. Хорошо. Роджер. Роджер первый подставляется в итоге. Спасает его Витюн здесь. Хорошо, Роджер выжил. В это время там драка. Пошел генерал куда-то в размен. Генерал дает арену, судя по всему. Но Мидвана практически забрали. Арена. За арену заберут ли Себа? Нет, не заберут. Тут у нас не хватает. Воронега. Олсена Флай в итоге выживает. Сакси больно. Нулифайр залетает. Саксу не хотят отпускать. Сакси продолжает жить. Но он замерзает. И Сакси должен погибнуть. Там в это время Мидван бежит за генералом. Пошел Юл. Генерал продолжает выживать. Байбэки делаются из той и с другой стороны. Еще и копье. Неплохо. Топсон откидывает. Топсон. Пошел вперед на бейформе. За генералом. Генерал в итоге забрали. Два кора в живых у команды ОУДЖИ. Витюн решает сделать рейдж-тепаут. Это он делает. Хорошо. Айсберг тоже выживает. А вот Роджер, к сожалению, погибнет. После байбэка. Вообще неприятная история. Опять байбэк. Снова саппорт страдает. Ну что ж у них такой хейт по ним идет? Ну две, да? Ультспекторейт. Сненаправленно просто налетает. То есть ищет одного из двух. Ну так это логично. Ну то есть ты сразу забираешь одного из саппортов. И тебе уже проще драться. Причем у одного важный ультимейт. А второй может что-то полезное своровать. Я бы даже так сказал. У них оба героя. Ой. А это прям совершенно ненужная смерть сейчас будет. Если айсберг погибнет, конечно. У него БКБшечки нет. Через 8 секунд только будет. И его вряд ли здесь уже отпустят. Просто хп не хватит уйти до аппарата. Так, а что тут Витюн-то делает? Да, следом видимо хочет. Телепорта-то теперь нет. Дружище, беги. Ну он убегает, хорошо. Так, ну это что? Это плюс Рошан для ОГУ по идее. Получается так. В чем дум может выкупиться? Просто по поводу саппортов. А дума-то нет. По поводу просто саппортов, что они могут контроль дать в драке. Чего не хватает кор-героям, то есть у саппортов. Это тот самый контроль. И вбивая их из драки, ты как бы решаешь половину своих проблем. Так, ну что, Рошана собирает ОГУ без проблем. И снова у Na'Vi ситуация такая, что придется как-то от дефа пытаться переграть. Да, и такое ощущение, что сценарий прошлой карты повторяется с небольшим запозданием только за счет того, что у Мидвана теперь герой, который медленнее фармит в начале. Ну не знаю. Подождали, пока просто у Спектра появятся артефакты. В принципе, сценарий один и тот же. Да, причем опять же, мы вот видели сейчас файт, Себазов впустили, Саксу убили, то есть все вроде бы хорошо, но Спектру настолько не пробили. Там же был даже момент, где она попала в колдфит, замерзла под нолифайр. Там нолифайр было чуть-чуть. Ластиллер ее грызет, ну до полхп он ее съедет. То есть урона не хватает. Да то, о чем мы говорили, что вот не тот Кэрри-то, лайфсиллер, который может вот прям заберстить хорошо. Наверное, даже может, но видишь, типа... Ну артефактов надо было. Какой-нибудь Дейдалус там нужен, то есть именно на дэмэдж какие-то слоты, а у него вот сейчас Скаде появится, это опять же хороший слот, максимально приятный, но он не помогает бурстить героя противника. Так, ну что, скоро файт будет, потому что я смотрю, все ультимейты от кулдауна, Лизга тоже готова. Да, готовы смог, я так понимаю, даже разбить OG. Собственно, они это и делают. Наварди это сделали, видели их. Ну я не думаю, что это OG особо остановит. Я думаю, что тоже не остановит, но просто как факт, что... Хотя бы это остановит, хотя бы в курсе. Я надеюсь, что Нави это остановит. Ведь он пошел чекарить. Ну его можно отправить вперед, все-таки это Найкс. Ломает вражеский вражеский, хорошо. Флайт, он без рук играет. Настолько простая для него игра. Может быть, ладно. Ну, может себе позволить. Все так. Ну и что у нас тут? Ну пока не торопятся идти на KG OG, они могут перетянуться вниз, забрать Т2. Наверх тоже забрать Т2. Да, то есть опций еще очень много в плане полезных действий по карте. Как говорится, снова рубрика «Привет, саппорты». Да. У нас почти готовы скайдить на спектре. То есть убегать от нее станет еще тяжелее. Ой, бедные саппорты команды Нави. Как же грустно все это здесь смотрится, конечно. Вечерний выпуск лучшей программы на свете. Да. Ну, что поделать. Нужно терпеть. Забирает вышку снизу OG. Дефать Нави не собирается Т2. Их можно понять. Да. Вышку забрали. Теряет аванфос сразу, я думаю, после этого. Да, да. Ну, слушай, в этот раз у них хайграунд уже на 14 минут дольше простоял. Ну, это опять же за счет того, что спектр просто оппонента дольше на 14 минут фармить пришлось. Да, она стартовала довольно плохо. Да. Да. Какой же душный морф. Ты просто посмотри. Жесть, просто минус половина хп. Очень, очень. Даггер летит. Очень душный морф. И айсберг уже бежит на фонтан, регенится, а в это время начинает падать Т3. Есть глиф, артификация у команды Нави. А что делать, если ты уже на фонтане бежать некуда? Не знаю. О, ГГ писать. Так, неплохое копьер залетает. Там Аегис, ребята. Айсбласт не попадает. В итоге генерал подставляется. Пошел Юл. Вкатывается Сакс. Витюн здесь забирает волос на флай. Есть байбэк. Тобсон пошел вперед. Но у него Аегис арена от генерала залетает. Но в эту арену никто не бьет. Тобсон просто укатывается. Под сейф был хороший от Витюна генерала. Генерал в итоге выживает, успевает уйти на пленке. Здесь у нас магнетайз. Витюн на развороте. Под нулифайер врывается на Саксу. Сакси очень больно. Сакси должен погибать. Вот этот вакуум просто царский под стеночку. Там рассказ залетает в айсберг. Кто не бьет в этой драке. Медван сейчас может просто всех уничтожить. Хороший копье. На развороте Тобсона залетает. Под фонтан это нормально они дефаются. Потому что ХП довольно быстро регенится. Его реально хватает. Ну как итог. Только Саксу потеряли ОГ. Не выбили даже Аегис здесь. Генерал в погоне за Тобсоном. Нет. Бежать наверное не стоит точно. Ну и Т3 забрали. Окей. Норм. Норм. Да. Потому что обилки были проюзаны. Аппарат опять выкупился. Что не есть. Что не есть. Хорошо для него. Это для него. Сколько у Флая смертей за эту игру. Девять. Далеко до рекорда. Так что все нормально. Я думаю это вообще нормальный показатель для пятерки. Особенно если ты играешь против Спектра. По такой игре да. Ну что ответный смог. Попытка кого-то найти. На входе ДД. По ДД сейчас реально можно попробовать кого-то поймать. Был скан потрачен. Знают прекрасно где находится оппонент Нави. Нужно бежать. Нужно делать фраги. Так иллюзии. Главное на иллюзии не забатиться. Так я правильно понимаю что земелья себе аганим уже собрал. Да. Все правильно. Ты понимаешь? Судя по тому что у него на аватарке висит иконка. Это жестко. Так ну что никого не нашли. Нави никого не нашли. OG грамотно перегруппировались. Дождутся сейчас появления Саксы. И возможно организуют сами атаку. У них все еще есть наличие Аегис. Ох уж эти даггера в спектре взлетающем с двух сторон. Ты знаешь что ты идешь по лесу. Залетает даггер справа. Спектра там. Залетает даггер слева. Что делаешь? Порой непонятно вообще что в даггер происходит. Что делаешь? Саксы сидишь думаешь. Так стопэ. Ну а почему у него шотган? Что вообще происходит? Да. Представляешь как тяжело людям. Которые не особо-то разбираются вообще в целом в доте. Просто пришли посмотреть киберспорт. Два героя. Что-то происходит туда. Покатился один. А вроде бы этот герой совсем другой. Причем многие знают кто особо не знает вообще как работает. Аганим например у Мофринга. А я играл на Мофринге например в паблике. У меня он так не умел. Я про то что к счастью оба два человека которые ничего не знают комментируют. Ну это правда. Поэтому все норм. И что у нас Doom с аганимчиком готов. Крепитесь братьям и с вами. Готов выключать спектру кстати. То есть Inferno Blade теперь заходишь и брейчишь. Что хорошо. Это круто да. Это плюс контроль. Это плюс. Это точнее минус пассивки. Это работает действительно замечательно. Но для этого нужно сесть на лицо этой спектре и просто бить ее. Что тоже не так просто сделать. Учитывая насколько она мобильная. Быстрая. Ну знаешь если одновременно фокус будет от Витюна Эйзберга по спектре. То они могут ее ударить. Могут. Я думаю что в этом и есть план. Плюс опять же для этого я думаю будет Эбисон собираться в дальнейшем. Из этого башенка который только что прилетел. Да. Левер. Отличный артефакт. Для лайфсилера да. Скорость атаки. И Нинджи Гир еще выпадает. Ну может быть кто-то заберет на. Не знаю. Может генерал возьмет чтобы вырываться там. Не знаю. Может быть да. И у нас СОГ тоже стоят и подфармливают сейчас лес. Пытаются найти свои вещи. Пока им не так везет. Потому что Фитюн зашел просто буквально раз два три. Отстрелялся. Да. Генерал все-таки забирает себе Нинджи Гир. Сразу же прожимает его и идет вперед. В миде там Сакс. Сакс вот здесь на чужом треугольнике бегает. В виде Мидвана. На Саксу нападение. Ой-ой-ой. Генерал далековато запрыгнул. Колдфит. Нужно бежать. Нужно отступать. Потому что здесь Мидван оказался внезапно рядышком. Не самая удачная выходка получилась. А так Камиль просто успел скатиться. И в итоге его прибило за миде. Айсбергу больно. Айсберг. За что? Ну почему настолько-то больно? Да просто жесть. Что такое? Мидван в наглую забежал. Немножко прожгли еще Айсберга. Но Айсберг выживает. Да. Две трети ХП отлетает. Я просто во всем этом моменте реально пугаю то, что это Дума, который реально крепкий. Вот он мощный. Он же сильный. У него очень много ХП. Видимо это его только и спасло то, что он крепкий и сильный. Иначе бы это был бы килл. Достаточно легкий для ЛГ. У Спектры, кстати, сейчас было с ПТ на силу 4300 ХП под Хамедли Грейсом. Просто жесть. Там еще у Спектра и Призма. Боже мой. Больше для героев. Может Марфу нужно было отдать на самом деле? Ну, вроде и так справляется нормально. Ведь он тоже, кстати, половина ХП потерял только что. Буквально с раскаста. Как говорится, весь вечерний выпуск программы Привет саппорты. Ну, да. Дума, отлетает на две трети. Две трети на Лайфстилера наполовину ровно. А что же будет саппортом? Ну, да, да. Я боюсь представить. Улица Спектры, вот этот Марфила. Просто жесть. Бесконтактный бой реально. Причем мы реально понимаем, что Марфила далеко не в топ-слотах своих сейчас находится. Снова. Глимер его сейчас нормально подсейвил. Наполовину здоровья. Продолжение станции, замедления. Какая жесть. Какая грязь, я бы хотел сказать. Да, просто невозможно ничего сделать. Там генерал Нинджигири, я так понимаю. В нем сидит Витюм. Но никого поймать они не смогли. Вспоминаю, это замечательный патч, где Лайфстилер просто сидит в тиммейт, давал ему кучу бонусов, и Пупей взял его на пятерку. На шестом уровне сел в лешака и не вылез до конца игры. Просто там, типа, 17 минут игра там условно шла, и он все. Я почему-то вспоминаю, когда Куру брал на саппорт Лайфстилера, там бегал где-то в хребе в древнем, просто сжег дракона. Драконе, да, нормальная тема. Да. Так, ну что, Рошан появится буквально через пару секунд. Да, вот он уже стоит. Минус Курьер. Кстати, минус Скади. Готовенький. Но это для Морфа. У Скадира свой остался. Но все равно это... Скадос, а сейчас Скадь будут, кстати. Уже катится. Уже катится Морф, я уже вижу его. Мстить. Мстить за свою Скади. Витюн делает ТП, а вот что делает Генералу, непонятно. БКБ. Сквозь БКБ его пробивают очень даже хорошо. Не спасает БКБ вообще. Нормально. Да. Но байбека нет. Но 60 секунд придется в таверне посидеть. Я думаю, что когда ты берешь Марса, ты планируешь, что он сколько-то потанчит, скажем так. То есть впитает часть урона в себя, спасет команду. Впитает какую-то часть. И тут ты как бы стоишь, у тебя еще маг-иммунитет, и вот это вот с тобой прямо в прямом эфире делают. Да, проблема в том, что Рошан тоже стоит. Это третий Рошан, и там может быть что-то полезное в нем, а в нем лежит аганим. Так, так, так. Мне нравится Даркстир, мне нравится Спектр, мне нравится Омник. Вообще, мне все нравится, да? Посмотрим, кому дадут. Ну, Спектри бы можно было продать. Разноватый аппарат, даже на себя помешает. Да, Спектри, Спектри. Кайф. Да, ну и все. Вечерний выпуск программы «Привет, саппорты». Теперь ультимейт в два раза чаще будет заезжать. Бойтесь, саппорты Х2. Да и не только саппорты, на самом деле. Ну, это, как минимум, плюс иллюзия в файте, что тоже довольно приятно, потому что все еще она работает дизалайтом, и вот он, мини-влет. Да, и опять вынужден Витюн врываться, но все-таки это не спасает Улсена Флая, байбэка у него нет. Вот чем проблема. Там в это время за айсбергом погони, айсбергу очень больно, айсберга надо спасать, БКБшку прожал, айсберг убежал, Витюн тоже убегает. Там пытались Саксу зафокусить, но толку от этого мало. В это время падают бараки, подставляется Сакс, но это он просто выманивает на себя генерал, БКБ прожал на его КП, выжил. Саксу пытаются пробить все еще, врывается айсберг, но толку от этого вообще никакого нет. Все просто в рассыпную, сейчас Тобсон уйдет, на новой форме, да. Не, нажали о вилке, как минимум. Ну, дум потрачен был, а что толку-то? За этот дум ничего не смогли сделать. Непонятно, но Сыр остался, Эгист остался. Возможно, если два Сыра осталось, можно в спектру? Один, а где, ну, либо нажимали, либо у кого-то второй есть, потому что они не тратили первый. Да, у Даркстера еще один Сыр. Как бы грустно это ни было, но сейчас, видимо, последняя драка будет в этой карте, и прям непонятно, что делать в команде Нави, да. Врывается Тобсон здесь, пошли иллюзии, айсберг по ней успешно просто зарядил Амферным Блэйдом. В это время Витюну очень больно, Витюн пытается убежать, отпустите, отпускают его, но бараки сейчас упадут. Я же понимаю, потому что спектра, этот, Морф тоже получает топ-хаунд, вот этот вот, с обилки, по своему, то есть они, то есть, ты аппарат, ты вышел проверить вард противника, у тебя появляется моментально спектра и Морф, и начинают тебя есть. Да такая грязь. Я даже не знаю, что здесь добавить. Ну, просто не могут Нави подойти в драку. Вот сейчас они идут в атаку, ну, а как, как напасть? Непонятно, как, как выжить. Пытаются Роджера забрать, но Роджера заберут, в это время Арена, ну, хорошо, поймали Сэба, там сыр есть, по идее. Но, наверное, не будет его нажимать? Да, окей. Поймали еще Нутейла, Нутейла тоже могут забрать, Байбек делает Олсен офлайн, Нутейлу очень больно, а тут врывается уже основная дамажащая сила, Витюн моментально теряет хп и погибает без Байбека, а Айсберг пытается убежать, но его вряд ли кто-то отпустит, Айсберг тратит БКБ, там еще и за генералом побежали. Генерал, причем умирает прямо сейчас, бодлайл, умирает без Байбека, Айсберг, Блинк, ТП Аут и успевает. Но двух героев как минимум нету, Нави. Нормальный урон. И цифра просто растет, мы понимаем, что Мидван опять жмет, там же выкупился Флай, и, судя по всему, это смогло быть за ним. Так, Олс врывается здесь на Айсберга, Саксон не смог его подцепить, падают бараки в миде, летит Айсбласт, не по кому, нет, попадает. Краешком зацепил по касательной, Мидван продолжает бить. Пытаются отгонять как-то Нави, выиграть время, потому что нужно будет минуту как-то продержаться до появления лайфстилера как минимум. Но это мега-крипы, судя по всему. Хаунд, мини, точнее, Хаунд, да, я так понимаю? Да, нападение на спектру, но она очень плотная, очень сильная, жирная, думая, что сейчас умрет. Айсберг сейчас умрет. Ну, судя по всему, это такое, влет после надежды, они напишут ГГ, вот, возможно. Скорее всего. Прямо сейчас. Ну, нет, выкупается, смотри. То есть потратил, думаю, никуда. Выкупается, чтобы заставить в сторону, хотят еще попробовать повоевать. Ну, тянут время, сбили линку, хорошо, заставляют отступить морфлинга, Сакса тоже делает отсюда. В общем, если я правильно понял, не то, чтобы заставлять отступить, его земель я сделал камнем и кинул, если я правильно понял. По-моему, просто уехал. Может быть. По-моему, просто укатился сам. Мне показалось, что они сделали просто и то, и то. Ну, неважно. Ну, почти пофигу. Да, это как бы не меняет сути. 27 тысяч перефарма за команду OG, это огромные деньги. И нет просвета для команды Na'Vi. Чем здесь камбэкать, непонятно. Кем, точнее. Каким героям. Нет героя, которые вот сейчас, вот сейчас... Сейчас он что-то купит, да. Да, и они разобьют смог, там будет арена, и они прям заберут. Ну, не могут они сделать. Они не могут никого забрать из коров. Две драки, то есть морфлинг вместе со спектрой делают вообще, что хотят. Просто катают команду Na'Vi вдвоем. Причем, если я правильно понимаю, то сейчас у нас Сатаник еще дополнительно появляется на морфе. Вот мы смотрим спектрой 4К хп. Вот это вот Момо Морфила 4600 хп 5200 хп. Да, чего, кого, куда, за что? Да, тут еще и генерал подставляется. Байбэк в этот раз у него имеется. И, возможно, придется делать, потому что здесь как бы OG не собираются отступать. Они продолжают здесь в погоню, в попытке кого-то подловить. Витину в драке просто выключают, камни держат какое-то время. Ну, хотят добрать последнюю сторону. Да, генерал делает байбэк. Ну, и нужно, наверное, последнюю драку какую-нибудь организовать сейчас Na'Vi. Потому что иначе это будут мега-крепы. Да, трудно ворваться к генералу. В итоге ведь он просто вылез из него. Да, поймали Саксу. Может быть, Саксу заберут. Сакс живет, врывается Тобсон, превращается в Дума, летит очень медленно из Бласт. В итоге погибает Олсена Флай без байбэка. Стенка ставится от Себа. Начинает бить у нас здесь айсберга. Айсбергу очень больно. Прям очень больно айсбергу. Айсберг погибает. Без байбэка также в таверну. Пошла арена. Тут пытается Тобсона пробить. Ну, удачи вам, как говорится. Наберете. Удачи, да, веселой игры. В итоге никого не могут забрать здесь у нас ребята из команды Navia. Ведь тюн, закончится рейдж и, скорее всего, он погибнет. Поэтому он просто убегает под фонтан уже. И, скорее всего, это минус третья сторона и мега-крепы для команды OG и, наверное, GG. 35 тысяч перевеса тут очень на то похоже. Хаунд и здорово. Ну, мини-хаунд, точнее. Мини-хаунд, и ты понимаешь, что ничего не можешь там сделать, будучи Рубеном. GG. Да. Ну, эта игра, точнее, эта карта была чуть подольше. Опять же, за счет того, что, ну, специфика героев такая была у команды OG, которая, ну, не так быстро фармит все-таки спектра, да, приходилось немножко подождать. Но в целом сценарий первой карты повторился. Ну, как же они жмут эти клавиши? Тобсон, Саксо, это просто жесть. Вот эти вот два земелья. Не только два земелья, много всего, чего было. Две спитры и беставая. Про то, что ты сидишь, и у тебя вот эти вот 500 действий в секунду происходят, потому что они реально набрали героев, у каждого которых по 10 кнопок, и они все их жмут правильно. Да, это не просто, да, бездумное прожатие, как попало, это все в тайминг, это действительно было очень круто. Ну что ж, довольно уверенные две карты получились для команды OG, переиграли, мне кажется, без особых проблем команду Na'Vi, и прям такое ощущение, что не особо-то как-то напрягались. Ну, да и Na'Vi, на самом деле, тоже исполняли. Я думаю, игра была в кайф, и вот я сейчас допускаю, они после аналитики подойдут на интервью, и там, я думаю, что это интересно, от них услышим, это точно. На тему, например, по поводу морфлинга или по поводу чего-то? Ну, что-нибудь поспрашивать, я не знаю, то есть был бы сегодня школьник, были бы нормальные вопросы, но поскольку кристаллмейт там как пойдет, и, собственно, ему слово. Да. Итак, да, катка у нас получилась достаточно задорная, вторая намного интереснее, чем первая, опять же, потому что Na'Vi все еще сражались, хотя, как мы и сказали, по драфту было крайне сложно это выиграть, и я даже не знаю, как тут комментировать, в принципе, last pick Na'Vi, но тяжело. Очень тяжело. Говорит, Морф, тебе нужен рейдж? Забирай. И Морф забирает рейдж. Морф, я тебя не пробью. Это же Na'Vi, а это Морф, у которого больше 30 броню. И он его не пробил. Ну, потом со спектрой что-то там было. Что-то там было. Наверное, так это лучше охарактеризовать. Он там бегал за ним, пытался что-то сделать, но наверное, единственное его достоинство в том, что он собрал нулифайр. Все. Как бы линию он свою не выиграл, его просто изничтожил Darkseer вместе со Спиритом, который... Я специально попросил момент записать, прости, что тебя перебил, с заходом от Na'Vi сюда, потому что по факту, если они с этого момента не начинали сноуболить, то мне кажется, что на этом все заканчивалось бы. То есть нужно было в лютый сноубол пойти, они пошли на чужой треугольник, чтобы найти там Морфа, Морф просто укатился, и сразу же на контратаке они получились. Я тебя перебью сейчас. OG готовили эту контратаку. Почему? Потому что Na'Vi прожали свой смок на Vardy. Не на Vardy, то есть их просканировали, именно просканировали. И они были готовы, что сейчас к ним как на треугольник туда побегут. Они готовили эту контратаку, и в принципе, пожалуйста. Да, все получилось. Опять же на этом треугольнике, опять косичок. Но опять, это заслуга OG, исключительно их скана. Да. Ну и второй, наверное, шанс был только на Roshani, когда Na'Vi забрал себе Aegis. Там уже можно сказать, что все уже шло по накатанной, то есть 2000 это не имеет особого значения. Вот, но все-таки даже с Aegis там на Na'Vi они не смогли выиграть драку нормально. Ну сколько драки шли в среднем? Ну минимум секунд, наверное, 30. Это очень много, 30 секунд. Сларк, во-первых, он тебе на лайне помогает идти в хоть какой-то размен. Там ты можешь цепануть за счет паунса, да, либо Darkseera, либо Spirited. И там вместе с аппаратом, даже если идет какой-то размен, вы разменяете, никто не убежит от вас, никто не укатится. В драке абсолютно то же самое. У тебя дизейбл, по-хорошему, на все про все, это одна арена. Арена, и там, если копьем попадешь. Ну, телекинез, да, чуть позже тоже становится там неплохим дизейблом. Все, три штуки, на все про все, больше ни у кого. Да. И арена это весьма сомнительный такой контроль против в спектры им Мортлинга. Один выкатывается на волне, может там просто выйти на рейже, а вторая просто улетает на ультимейте, поэтому здесь конкретно вот Марс тоже был весьма спорным пиком, потому что он ненадежный против этих героев. Вот, например, Брисмастер, понятное дело, что в драфте есть Омни Найт, но у него хотя бы есть шанс найти этого Омни Найта. Там любые другие оффлайнеры с ауэшным контролем, а для Тайт Хантер, они хотя бы дадут стам по многим, и всех Хавеллин Грейсом Омни Найт не спасет. А Марс, вот он прыгнул, поставил арену, дал копье в одного, и он просто нажимает на Хавеллин Грейс. Все. И потом что хочет, то и делает, поэтому здесь конкретно вот Марс и Найкс, они странные. Есть картина «Три медведя», вот это было «Три танка» просто. То есть три силовика стоят в арене, вроде кого-то бьют, вот сейчас тоже можете понаблюдать, да, три человека против Марфа. Вот, и Марфа... И что это ему делает? Да, вот как бы Марфа они бьют, вот под ультимейтом Оперейшн у них, естественно, есть большая шанса убить Марфа, но будем честны, под ультимейтом Оперейшна любой Кор убьет Морфинга, но здесь проблема в том, что вот если Оперейшн не под этот ультимейтом, Морф рубает перекачку и все, Найкс его будет бить целую вечность. Да. Ну а там еще и Спектра. Сларк просто за эти все драки, за эту длинную игру, он абсолютно те же самые артефакты собрал, Б. У него также мог появиться там какой-то первый старт и артефакт на разгон, и дальше можно выходить в то же самое нулифайр. Опять же, ты будешь так же снимать этот гад, ты будешь так же там набирать стаки и так далее. Ну и БКБ там себе добрать в такой долгой игре. Я думаю, вряд ли, если поменять Сларка на Лайстилера, то там все, там игра прям закончится за 20 минут в пользу Ожи. Нет, абсолютно то же самое было бы, тебе и на лане было бы лучше, тебе бы и по игре было бы лучше. И вот в этих долгих драках с этим большим количеством убийств у него было огромное количество стаков, огромное количество артефактов, и он начал прибивать бы. Серег, да, у нас просто на связи господин АТЛ, капитан Каманда Ожи. Привет, Натail! Привет. Привет. Поехали, привет. Как ощущается? Это было слишком просто, я бы сказал. Да, эти два игры были очень簡単 сегодня. Я не знаю, другие игры, которые мы видели в этом турнире, У нас все было очень тяжело, но мы играли очень хорошо сегодня, и я думаю, что наши драмы нам очень понравились, так что наши игры не чувствовали себя тяжелым или уничтоженным. Что вы думаете о последнем выборе, как Лифestealer? Потому что мы думаем, что Сларк может быть лучше, а может быть, у вас есть какие-то варианты? Мы думаем, что Лифе не будет, но мы банили герои, что мы думали, что они нужны, чтобы выбрать. Мы думали, что они могли бы выбрать еще другие герои, что они не планируют так часто, или ПЛ, но я думаю, что это драма, что это очень трудно для этого. В следующем матче вы будете играть против Секрет. Я думаю, что это будет очень тяжело для вас. Но они тоже страдают в этом турнире. Как вы думаете, что происходит с ними? Я не знаю. Я имею в виду Секрет. Они, конечно, очень хорошие команды. Лосить несколько мапсов... Я думаю, что вы всегда можете читать это. Вы можете всегда сказать, что каждую команду выиграет одну игру, то это будет улучшить команду. И теперь это будет улучшение. Я думаю, что люди будут читать слишком много. Я не думаю, что это происходит. У каждой сильной и хорошей команды. Есть многие команды в ДОРА. И через историю, эмоции приходят туда, когда люди уничтожают. И команды, они не останутся до конца. Они не останутся до конца. Они уничтожают с диспандой. И есть много проблем. Но Секрет — это очень хорошая команда. Потому что они уничтожают несколько игр, не означает ничего. Они всегда будут хорошо. Они уничтожают немного. Они играли в турнирах много. И уничтожают много. И уничтожают много. И все эти команды, которые мы не видели в этом году, они играют гораздо. Они играют гораздо. Я хочу сказать, они играют гораздо. Многие есть, которые играют очень тяжелее. Но здесь, которые мы видим, как Вертус ПРО, играют relentlessly. Они играют до 4.00. И они улажают в 11.00 или 10.00. И они продолжают играть. Они действительно хотят победить. Так что... Если у тебя команда Секрет, или у тебя супер хорошая команда, это не означает, что все будет легко. Люди пытаются уничтожить тебя все время. Так что... Секрет всегда хорошо, но другие команды тоже лучше. Хорошо. Спасибо большое за эту небольшую игру. И увидимся в Секрет. Спасибо. Пока. Пока. Секрет. 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 игр, как именно Epic League, где у них были, ну, серьезные проблемы, да, где были близкие игры, но все-таки им не удалось побеждать. Эта игра была достаточно простой, особенно если он говорит о драфтах, да. И мы спросили по поводу того, может ли, был бы другой какой-то герой неплох, кроме Найкса на второй карте. По поводу Сларка он вообще не ответил. Да, да, он просто сказал то, что они думали о том, что другие герои могли там появиться. Те герои, на которых не так часто исполняет Витюн, он говорил о том, что, возможно, там мог появиться еще и ПЛ, но, в конце концов, они выбрали Найкса, и, в принципе, катка была несложной. Соответственно, по поводу Сикретов, он говорит о том, что комьюнити очень часто начинает говорить о том, что коллектив просто падает вниз, и что все очень плохо. Как только он проигрывает пару только игр, в случае с Сикретами так и произошло, и он считает то, что, ну, нету более стабильной команды сейчас в этом сезоне, кроме как Сикрет, и они выполняют свою работу отлично, и все у них замечательно. Ну и, кроме этого, он говорит о том, что в этом сезоне конкретно очень-очень много новичков, которые сейчас могут обыгрывать Тер-1 коллективы, причем делать это достаточно стабильно. Он говорит о том, что Virtus.pro отдельно парни, которые очень-очень много играют. Он говорит о том, что они засыпают в 4 утра, в 4 утра, да, а потом ты смотришь, как они в 11 начинают играть дальше паблики и скримы, и поэтому понимаешь, что они очень-очень хотят выигрывать. Так что он похвалил по факту, да, команду Virtus.pro. Я думаю, что это связано с тем, что он пришел еще на русскоязычную трансляцию, как вы видите. Вот. Ну и, соответственно, сейчас такая тенденция, что все друг друга могут переигрывать, так что ничего страшного, что секреты немножко подупали. Ну и, соответственно, катка против них будет довольно сложной. Наверное, я все сказал, что он говорил, что там было очень-очень много спича и очень много воды. Все-все, все ты сказал, молодец. Вот, а у нас еще есть немножечко хайлайтов. Да, ну а дальше вот игра у нас идет, но мы прекрасно понимаем, что время работает на OG, мы прекрасно понимаем, что Морфлинг всегда Ластлера в IT перебьет, Спектр просто убивает всех оставшихся героев. Operation попадает своим ультимейтом сложнее не в секорах, особенно когда катается Морфлинг, превратившийся в Эрспирито за ним. Вот. И, как вот здесь это было видно. И сам Эрспирид за ним катается. Ну, это реально было забавно смотреть, как они катаются туда-сюда. Вот. Ну и, конечно же, в такой игре очень трудно уже играть гулей. Чем дальше в лейт, тем с самого аппарата трудно играть, потому что у Спектры все больше и больше артефактов. И она просто прыгает в один момент Себиса, убивает его за берст. При этом, еще бы я выделил то, что вот Doom, вот они его взяли, мы с вами уже говорили, что Doom не очень хорош против физеров, которые просто ракликают. По факту, против Спектра он бесполезен. То есть, вот он дает на нее ультимейт, а она продолжает бить. И, следовательно, здесь, вот чем дальше идет игра, тем меньше польза от Doom, как вот от такого мейнкора, потому что по фарму он не особо кого-то перегонял, Спектра всегда его обгоняла. Ну и Морфлинг, он тоже все время держался на уровне. Поэтому здесь, во-первых, большие молодцы OG, которые наконец-то заиграли. Ну и сами нави показали не лучшую свою игру. Да, ну мне кажется, на самом деле, что это далеко не каждый коллектив сможет простить вам Спектры вместе с Морфом. Там еще и Омник, добавь там и Омников, да. Чуть-чуть недоработанный драфт. Чуть-чуть, мне кажется. Возможно. Возможно, просто не встали с твоей ноги. Как-то что-то не шло. Мне кажется, что, честно, говоря, когда я смотрю на айсберга с Doom, еще месяц назад ты думал, ну все, ну это иди катка. А сейчас вот, когда у него был долгий перерыв, когда ему постоянно банили этого героя, я перестал чувствовать ту уверенность, которая у него было раньше. Когда вот он брал Doom изначально, люди кого брали в те моменты? Квинну в Пейвмит, который загибается от одного ультимейта, Штарма, потом брали Водь Спиритов. И все эти герои, получая ультимейт, они ничего не делали. А тут неожиданно появляется там какой-то Морф или Спектра, и, соответственно, против этих героев уже Doom не такой опасный. Ну и сверху Омник, мы видели, да, что творится под Омником. Да, да, да. Просто всем плевать. Status Resistance. Мало того, был ганг на топ, когда пришли... Айсберг пришел реализовать свой второй ультимейт. Первый он удачно использовал Морфа, тот помер. Они пошли на топ, гангать Спектру, сразу же приходят, еще дается Status Resistance, прилетает Darkseer, дает, как он там называет, Сурж, и она просто выезжает сразу на контратаке, потом вот так вот. Все у нее замечательно было. Ловить нечем. Да. Так, что у нас? Обновленная сеточка, друзья. Опять же, здесь Na'Vi остались на втором месте все еще. У них счет 3-1. Напомню, что до этого Best of 3 они не проигрывали ни одного, ни одной серии. Вот. И в случае с OG, они сейчас находятся у нас в нижней части. 2-3 счет. Напомню, что чтобы выйти на прямую сетку венеров, нужно заполучить себя с первого по четвертое место. Чтобы остаться в чемпионате с пятого по восьмое, и чтобы вылететь, нужно занять две последние строчки. Пока с этим успешно справляются Just Error и Team Liquid. Парни. Посмотрим, кто там, с чем справится. Парни. 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 Дмитрий. Да. Вы как шериф. Контракт. Я готов уходить. Да, контракт надо... Я не знаю, что с ним надо. Мне кажется, что с ним сделать. Мне кажется, Айсберг перечеркни его просто. Не надо. Перечеркни его. Крест-накрест. Айсберг пойман. Топсон забрал. Награду за Айсберга. Не суперуверенная игра. Мне так больно, боже, если бы ты знал. Бодь, я тебя люблю. Я серьезно. Поставлю тебе сердечко рядом. И поцелуйчик. Но не в этот раз. Вот. Да. Но Айсберг ликвидирован, что называется, с точки зрения нашего контракта. Причем он, ну, не знаю, ликвидирован кем. Топсоном, получается. Топсоном. Топсоном был очень хороший. Топсоном и... Самим собой. В общем, Топсон, получается, с ракет себе на счет. А мы, друзья, с вами отправляемся на небольшую паузу в ждании второго БВ3, которая будет не менее интересна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова